приветствую вас друзья на канале даниила и ларисы сегодня небольшое отступление от нашей сырной колбасной темы углубляемся в тему солнечной турции и рецепты солнечной турции баклажаны с фаршем по-турецки еще их можно с натяжкой назвать баклажаны с фаршем посол под соусом бешамель ну как вам будет приятнее как вам будет интереснее на самом деле баклажаны с фаршем по-турецки потому что такие баклажаны мы не раз такими баклажанами мы не раз лакомились в турции в солнечной и вот если вы смотрите наш туристический блок мы недавно вернулись из турции несколько блюд оттуда привезли вкусных классных попробуйте вам понравится Для приготовления баклажанов по-турецки нам понадобятся баклажаны. Ну вот смотрите, у нас в этом году урожайчик вот таких вот баклажанчиков смешных. Это какой-то особый сорт. Покупали как обычные, уродили у нас смешные. Поэтому мы их сейчас потихонечку съедаем и перерабатываем. Для этого рецепта вы можете купить обычные баклажаны, которые еще у нас называются синенькие. То есть не обращайте внимания на наши чудные баклажаны. Итак, нам понадобятся баклажаны, томат, цибулька или лучок. Меня спрашивают, а что ты лучок не называешь цибулькой? Цибулька, 3 зубчика чесночка, говяжий фарш, молотая кинза и молотый базилик, сливочное масло, мука и сливки. Все ингредиенты и текстовый пошаговый рецепт приготовления вы найдете в описании видео. Давайте начнем. Итак, Лариса у станка, я у камеры. Подготовим баклажаны. В первую очередь их порежем. Сильно мелко нарезать баклажаны не стоит. Нарезаем их кубиками сантиметра по полтора. Вот примерно вот так вот. Нарезанные баклажаны хорошенько посолим, перемешаем и отставим в сторонку. Томат или помидор, что вам больше нравится, надрезаем крест-накрест и ошпариваем кипятком, для того, чтобы легче снялась шкурочка. Пока помидор ошпаривается, порежем цебульку кубиками где-то по полсантиметра. Чеснок измельчим любым удобным для вас методом. Можно мелко порезать, можно натереть на мелкую терку, а можно пропустить через чеснокодавилку. Но последний вариант мне нравится меньше всего, потому что очень сильно выдавливает сок из чеснока. Все-таки мы предпочитаем чеснок измельчать вот таким вот образом, мелкой нарезкой. С запаренного помидора снимаем кожицу, благо после того, как он запаренный, кожица снимается очень легко. После этого нарезаем его на кубики примерно по одному сантиметру. Вот как-то вот так вот. А пока Лариса дорезает помидорку, я хотел бы внести некоторую ясность по фаршу. Совершенно не обязательно использовать говяжий фарш, можно использовать свиной и даже куриный. Просто в Турции, в силу того, что свинину большинство населения там не употребляет в пищу, чаще всего такое блюдо делается из говяжьего фарша, иногда из баранины, но нам из говядины нравится больше. Поэтому, друзья, если нет говядины, берете среднежирную свининку или даже курицу. Пожалуйста, у вас получится курица с баклажанами. Засоленные баклажаны промываем в холодной воде, отжимаем и выкладываем на бумажное полотенце, чтобы они немножко, ну, чтобы обсушить их, чтобы воды не было, потому что будем сейчас их обжаривать. На разогретую сковороду добавляем растительное масло и обжариваем баклажаны до золотистого цвета. Как обычно, я включаю секундомер и в конце жарки скажу, сколько времени мы их обжаривали. Шесть минут обжаривались баклажаны и имеют вот такой вот красивый вид. Перекладываем их на тарелку, освобождаем сковороду. Далее обжарим фарш. Я опять-таки включаю секундомер. И тут, смотрите, фарш нам обжаривать именно до корочки, до золотистого цвета не надо. Надо его немножко выпарить, чтобы из него выпарилась лишняя жидкость. Ну, в общем, я скажу по времени, сколько это будет происходить и покажу вам конечный результат. Через три минуты фарш имеет вот такой вот вид. То есть, видите, он разделился и жидкость немножко выпарилась. Присолим фарш. Добавляем цыбульку. И обжарим еще 2-3 минутки с луком. Добавим чеснок. Обжарим буквально полминуты, ну, до минуты. Я думаю, даже нет, полминуты, максимум секунд 40. Далее добавляем специи, а именно молотую кинзу и перец. Мы используем красный турецкий перец. Если у вас нету такого перца, можно поперчить обычным черным перцем. А если вы не любите острое, то можно и вовсе не перчить. Перемешиваем. Обжариваем еще полминуты, максимум секунд 40. Вводим томаты. Хорошенько перемешиваем. Уменьшаем огонь до минимума и протушиваем 4 минуты. Добавляем в наше блюдо баклажаны. Хорошенько перемешиваем. И перемещаем нашу заготовку в форму, в которой блюдо будет запекаться в духовке. Далее приготовим соус а-ля бешамель. Для этого в сотейнике растопим сливочное масло. Вводим муку. И хорошенько перемешиваем, чтобы не было комочков. Далее отправляем в сотейник сливки. Продолжаем энергично перемешивать. Доводим сливки до кипения, только не на сильном огне, чтобы они не свернулись. Солим и отправляем в молотый базилик. Хорошенько перемешиваем и снимаем с огня. Заливаем готовым соусом баклажаны. В разогретую до 200 градусов духовку отправляем наше блюдо для запекания. И смотрите, тут ориентировочное время запекания 15-20 минут. Все зависит от объема вашего блюда. Поэтому точное время я вам сказать не могу. Скажу точно, сколько мы запекали наш объем. И покажу вид, до которого его надо запекать. Прошло 15 минут, и наше блюдо можно извлекать из духовки. И вот смотрите, соус сверху немножко подрумянился. То есть мы не запекли его до коричневой корки, но все же немножко румяненькая корочка здесь есть. Видите, он так немножко подзапекся. Вот это вот как раз оптимальная степень готовности, так сказать. Дадим блюду остыть минут 15 до температуры, пригодной для употребления пищи. За это время оно напитается специями. И будем пробовать. В результате, друзья, получили очень вкусные нежные баклажанчики с приятным соусом. И очень ароматным, но, естественно, с фаршем. Давайте попробуем. Баклажаны настолько вот раскрыли свой вкус, они настолько классные. Кстати, не пренебрегайте вопросом засаливания и вымачивания. Если баклажаны, бывают баклажаны с горчинкой. Так вот этот вот процесс вымачивания с засаливанием, он убирает горчинку. Настолько вкусно и ароматно. При этом нежно. Сливочный соус. В общем, очень сложно описать этот вкус. Попробуйте приготовить такие баклажаны, вам реально очень понравится. Они, правда, очень вкусные. Друзья, спасибо за внимание. Надеюсь, что рецепт вам понравился. Готовьте баклажаны. Если есть вопросы, задавайте их в комментариях. А мы с Ларисой возвращаемся к нашему основному занятию. Сырые колбасы. Подписывайтесь на канал. Ну и ставьте лайки, там, конечно, дизлайки, если считаете, что вы их заслужили. Всего доброго. Пока.